Личный самолет Святого Сына. При входе на небеса двое ангелов приветствовали нас такими словами. Я люблю вас. После того, как мы прошли с Господом некоторое расстояние, я увидела перед собой прекрасную дорогу. Когда мы шли по этой дороге, общаясь с Господом, перед моим взором появился большой объект. Это был большой белый мерцающий самолет, передняя часть которого напоминала орлиный клюв. Святой Сын сказал мне, это мой личный самолет, с помощью которого я совершаю поездки по всем небесам. Это мой личный самолет, поэтому не каждый может летать на нем. Мы вошли внутрь этого самолета, и я увидела золотой трон Господа. Все здесь было сделано по небесному бизнес-классу. Трон Господа мог свободно перемещаться, и перед ним был виден огромный экран, который показывал все происходящее за бортом самолета. Мы летели долгое время и очутились в каком-то месте, где небесные души, ожидая Святого Сына, начали приветствовать Его. Мы прошли внутрь этого поселения, и Святой Сын сказал, это место тоже небеса, но оно далеко от центра, как звезда. Здесь тоже каждый усердно выполняет свое призвание и прославляет меня. Но встретиться со мной лично очень тяжело. Сегодня я навестил их один раз за несколько тысяч лет, потому что они попросили меня. Они живут в тех местах, которые я редко навещаю. Небеса, предназначенные для совершенных душ, и обычных качественно отличаются. На небесах каждый получает по своим делам. Все будет различаться по уровню. Дом и все то, что в нем, и вознаграждение любви. Господь попрощался с ними и сел на самолет. Он сел на трон и благословил их своей благодатью, которая в виде золотого блеска и спускалась на всю местность. Когда я сказала Господу, мне жалко тех людей, которые не могут видеть вас все время. Он ответил, не думаете ли вы, что если попадете на небеса, то любой сможет увидеть меня? Это не так. Я общаюсь и советую с теми, кто помогает на моей работе. следует за мной и отдал всю свою любовь для меня. С ними я вечно живу и радуюсь. Дворец Господа – место, где проходят совещания относительно событий, происходящих на земле. во время молитвы ко мне обратился святой сын и сказал, «Пойдем в мой дворец». Я увидела величественный, белоснежный, блестающий дворец Господа. Мы вошли в здание, и я увидела огромный зал совещаний. В передней части по центру располагался трон святого сына, а по кругу, по обеим его сторонам, стояли стулья. В центре посреди стульев на полу высвечивался круг овальной формы, и в нем виднелись горы, океаны. Это был экран, через который можно было увидеть любую точку планеты. Это место, в котором проходят совещания относительно земных событий, а также мы обсуждаем те нужды, за которые особенно сильно молится человек. Здесь мы ведем переговоры о всех земных событиях и принимаем глобальные решения, касающихся больших происшествий. По всему земному шару мои небесные слуги помогают мне, и мы вместе трудимся. Здесь собираются небесные слуги высшего звания и командиры, с которыми мы вместе совещаемся. Ты даже не можешь себе представить, насколько это место огромно по размерам. мы посылаем каждому человеку ангелов, решаем самые важные дела. Для того, чтобы все небесные дела совершились, вы должны всегда молиться и искать воли Отца. Центр Небесного Лечения и Исследования Когда открылись ворота небес, тысячи и тысячи ангелов, сверкая своими лицами, трубили и восклицали «Слава Богу Вышних!» Я увидела кристально-прозрачное здание в виде огромного креста. Эта церковь располагалась на вершине холма и издалека напоминала летающую тарелку из-за своего плоского строения. Господь сказал, что это центр небесного лечения и исследования и что здесь проводятся опыты. Когда мы вошли в здание, я увидела ангелов мужского и женского образа. Все они были похожи на исследователей. Мы посетили место, где собралось большое количество ангелов. Они проводили опыты на огромных голубых столах, украшенных драгоценными камнями, на которых лежали инструменты разного рода для опытов и результаты исследований они тщательно записывали. Они также смешивали жидкости, находящиеся в химических колбах. Мы ходили по этим лабораториям, общаясь с ангелами о разных способах лечения. Мы пошли в другое место, где я увидела ангелов мужского образа, которые делали зарядку. Господь, когда посмотрел на них, сказал, «Если спина человека негибка и пластична, легко можно заболеть, затрудняется кровообращение и приходит паралич». Мы вошли наружу, и Святой Сын сказал, смотря на небо, «Сегодня я показал вам это место, чтобы вы знали, что на небесах специально для любящих Бога учреждены институты, которые во всем помогают им. Все это приготовлено для вас. Всегда помните, неважно, сколько человек прожил на земле, большое преимущество жить на земле, но если это даже не так, не печальтесь. Вы должны печалиться только моей любви. о моей любви, поэтому я вас тороплю. Пока вы живы и находитесь в здоровом теле и в здравии, необходимо служить мне, веря и любя меня. Разве вы не должны знать и любить, знать и понимать, что попасть на небеса. Небесный магазин. мы вместе дошли до того места, где виднеелись кристально прозрачные здания совершенно разных видов и форм. Улицы там полукругло извивались, напоминая образ новолуния. Я ходила по этим прозрачным дорогам, чувствуя себя моделью, ходящей по подиуму. Святой Сын сказал, что это небесный магазин. Когда мы вошли внутрь, я увидела очень вежливых и изящных ангелов в женском образе. Внутри магазина было обильное количество одежд разного рода, всевозможных фруктов, овощей и другой еды. Было обильное количество разных ювелирных украшений. В небесном магазине не продают и покупают, как на земле. Все, что здесь есть, даруется каждому по цене праведности его. Но получает не каждый. Нужна праведность и любовь для того, чтобы получить подарок. Все эти вещи, которые находятся в магазине, приготовлены для вас. Все это приготовлено для тех, кто не мог насладиться этими радостями на земле. Не огорчайтесь, если вы не можете насладиться земными благами. Все земные наслаждения бессмысленны. я позабочусь, чтобы небесными самыми драгоценными вещами были полны ваши дома и чтобы вы смогли украсить ими свои жилища. Прекрасными подарками, дарованными Святой Троицей, будут полны ваши небесные дома, которые также будут переполняться любовью и праведностью, и вы ни в чем не будете иметь недостатка. Небесная комната тайн, место, где вся вселенная представлена в миниатюрном виде. Господь предложил мне навестить одно место на небесах, похожее на научную лабораторию. Когда я спросила Господа, что это за место, Он ответил, что это комната тайн. Мы стояли у дверей комнаты, но зайти в нее и потрогать предметы я не могла. Это была мини-модель Вселенной, через которую управлялись все планеты в ней, а также погода. В настоящее время Вселенная продолжает создаваться, но среди всех планет я возлюбил землю больше всего. Это самое мое амбициозное творение. Святой Сын сказал, что это место редко кому показывает. И еще добавил, говоря, все зыждется на миропорядке. Существуют вселенные, которые сокрыты от вас. Это мир, не имеющий границ. С этого места управляется вся Вселенная. Когда взошло Солнце, то оно стало сильно освещать Землю. Это была мини-модель Земли, в котором также можно было увидеть горы, людей в крупном масштабе. Все отображалось в уменьшенном и увеличенном виде одновременно. Человек не может обозреть всю Вселенную. Это возможно только в Небесном Царстве. только Один Бог Ягова управляет всей Вселенной, планетами и всеми творениями. Небесная церемония награждения за евангелизацию. Когда я вошла в Небесные ворота, нас приветствовали бесчисленное количество ангелов рукоплесканиями. Когда Господь вел меня за руку, я спросила Его, что сейчас происходит? Он ответил мне, что идет церемония награждения за евангелизацию. Господь занял Свой Святой трон. Я также стояла сзади Него. Павел и апостол Петр держали некоторое количество блестящих золотых медалей, и ангелы девушки держали кольца, которые вручались преуспевающим евангелистам. Были евангелисты, которые напрямую говорили людям о Боге. Но также были и евангелисты, которые через прославление, картины или писательское дарование говорили о Боге. Все они евангелизировали различными способами. Также были и те, которые не лично евангелизировали, но постоянно вселяли надежду верующим. Они также получали награды. Награды лично получали евангелисты, которые уже закончили свой земной путь. Но также чужие награды могли получить братья, с которыми они сотрудничали или их ангелы. полученные награды хранятся в небесных хранилищах или они могут быть обменены на билеты на небеса, которые также хранятся в небесных хранилищах. Билеты на небеса также получали те, кто много учил Слову Божьему. Они наравне с евангелистами, которые напрямую говорили о Боге, получали высшие награды. Все, кто заботился о духовной жизни людей, тоже получили билеты на небеса. Ты думаешь, что у тебя много грехов? Не можешь встать под тяжестью большого греха? Тебе тяжело дышать под тяжестью этого греха? Евангелизируй. Дай обеты Богу. Иди евангелизируй. Жизнь искупается за жизнь. Каким бы вы страшным грехом не согрешили, если вы евангелизируете, возлюбив меня, перед вами сдастся любой дьявол и отойдет от вас. Веряйте мне полностью вашу жизнь. драгоценная, спасенная одна жизнь, приведенная вами к Богу, может сравниться с жертвой за искупление ваших грехов. Поэтому молитесь, будьте выносливее и евангелизируйте. Хочешь жить счастливо, евангелизируй? Хочешь жить радостно? Евангелизируй. Хочешь иметь надежду? Евангелизируй. Хочешь ощутить мое присутствие? Евангелизируй. военный лагерь тренировок небесной армии. Передо мной простирались красивые просторы небес. Вместе с Господом мы направились в одно место, и он сказал, это место, где изготавливают небесные оружие. Там висели очень большие красивые блестящие мечи. Эти мечи были изготовлены самим Святым Духом по чертежам самого Бога, поэтому были прекрасны и великолепны. В другом месте небесные воины были на тренировках. Все очень страстно и синхронно выполняли определенные движения. Небесные воины были одеты в военные белоснежные доспехи, которые были украшены сверкающими бриллиантами на плечах. Все небесные воины были очень прекрасны. От каждого исходил свет. Небесные воины используют всевозможные оружия против дьяволов и бесов. Также небесные воины используют оружие для того, чтобы прийти на помощь верующим в Бога и Иисуса, а также для спасения душ. Небесные воины действуют при повелении Святого Сына и в сражении с дьяволом всегда одерживают победу. Иисус святой сын предложил мне пойти на собрание небесного войска. В центре этого места стоял большое блестящее стол по обеим сторонам, в которых посидели небесные воины женского и мужского образа. на небесах на небесах каждый час усиленно стараются и совещаются, чтобы сохранить вашу душу. Вы со своей стороны быстро, срочно должны совершить те дела, которые обязаны сделать. Остальное совершат Святая Троица и небесные войны. Земной мир похож на утробу матери. В животе матери решается ваш пол, и всю свою жизнь вы не сможете поменять его. Также и здесь, от того, какие дела последуют за вами в вечность, решается ваша жизнь и место на небесах. Оно определяется раз и навсегда. На небесах раз и навсегда решается ваше жилище, ваш вечный дом и ваша иерархия в системе славы. ваше Каждая человеческая жизнь ограничена временными рампами. Каждый день мы приближаемся к неизбежной смерти. перед тем, как вы состаритесь, вы должны каждый день преображать и готовить ваш дух для вечности. Вначале вы должны спасти ваши души, но также и наше физическое тело должно жить по воле Бога. Тогда даже один прожитый день будет ценен для вас вечно. Наподобие того, как вы воссоздаете свои дома, предметы или окружающую среду для повторного их использования, также мы должны преобразиться и измениться через слышание и послушание Слову Божьему. Насколько мы изменимся, настолько преображается наш дух, и наша жизнь на земле будет наполнена радостью. Какая польза для вас наслаждаться временными земными благами, принимать пищу, радоваться, танцевать, испытывать половые влечения? Если душа идет на вечные муки и вечно будет скрежетать зубами, какая польза от земных мимолетных наслаждений. Если вы будете каждый час своей жизни посвящать ради того, чтобы любить Вседержителя и служить Ему, ходить по пути праведности и совершать дела его правды, то даже несмотря на то, что это доставит мимолетные страдания, вы унаследуете радость и вечную жизнь. Чтобы попасть на небеса, вы должны любить меня больше всего. Я есть источник любви. Я есть сущность любви. Любите меня больше всего, что есть на земле, больше кого-либо на земле. Научитесь от меня истинной любви и возлюбите своих родителей, братьев и сестер, близких, самого себя, моей праведной любовью. люблю любовь. Редактор субтитров Корректор 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 Корректор